итак господа продолжим мы вторую часть со сборки и механики это будет каретка то есть у вас уже блочно собраны вот эти вот три элемента их осталось только соединить вставляем 2 вала первый второй здесь у меня уже одет подшипник кстати как видите зажат гайкой и все подшипники их здесь два будет они должны свободно ходить то есть нигде ничего не нужно подтирать и подклинивать дальше мы одеваем таким вот образом вторую часть каретки и кстати шляпки вот эти вот к обратной стороне принтера не должны выступать сильно то есть берите вот такие вот но тут это вот максимальный выступ это болт основной у нас гайки все на этой стороне на передней стороне дабы они не терли под по корпусу значит на вот этой часть у меня уже одет двигатель вы видите как провод у меня сделан выводом вверх то есть он пойдет и здесь мы просто вставляем наши волны и вот уже редко у нас принц слайд есть эту часть еще придется монтировать на нее придется монтировать наш экструдер он будет закреплен таким вот образом будет ходить по каретке теперь один из интереснейших моментов это установка наших шпилек резьбовые шпильки шестерки гайки тоже шестерки нам потребуется 4 гайки вот вы видите не наши две шпильки прежде чем их устанавливать находим часть нижней заглушки это и будет наш прижим и вначале устанавливаем этот прижим так как она будет проходить вместе с гайкой здесь и зажимать собственно гайка будет находиться в том пазе который под ним сделан а вот эти вот 2 2 прижима две распорки будут стоять сверху и снизу вначале надеваем на вал прижим этот то у нас получается левый нижний и также ищем на вторую левый нижний и одеваем его после того как мы одели наши прижимы и закрутили гайки мы можем установить и слегка отжимаем прижим вставляем так чтобы гайка прошла через паз слегка теперь нам нужно будет накрутить верхнюю гайку докручиваем верхнюю гайку и теперь накручивая верхнюю нижнюю гайку так чтобы она прошла сквозь и две гайки полностью зашли в этот уровень зашли внутрь утопили сделать не так уже сложно но нужно будет немножко терпение и скилла так сказать догнать до того уровня мы ее просто устанавливаем таким вот образом в упор сюда и смотрим чтобы вторая гайка накрутилась подкручивая эту гайку мы устанавливаем вторую гайку как раз под нижнюю часть вот эту и тогда они получаются если вместе зайдут вот и первая вторая теперь зашли таким вот образом то есть они полностью утоплены и после того как мы их утопили да даже желательно чуть-чуть с отпуском добавить чтобы небольшое расстояние было так как если вы сильно зажмете этими двумя двумя прижимными пластинами ваши две гайки то они добавят на тяга и тогда резьба будет ходить не очень будет изнашиваться больше резьба значит в итоге должно получиться вот что-то типа такого то есть люфтов не должно быть и наша шпилька должна ходить очень легко то есть на обратной стороне мы видим то же самое люфтов нет практически конечно потом шпильки смазать то есть и ходит очень легко значит по болтам тут были использованы мелкие где-то десятые на крепление нижних пластин везде если нет десятых можно двенадцатыми либо четырнадцатыми крепить крепление самих кареток это где-то были сороковки крепление центральной каретки можно использовать четверки 25 но у меня здесь тройки где-то но тоже тройки 25 либо четверки 25 с гайками меня просто не было четверок вот вроде все по каретке теперь ее монтировать на двигатель на двигателя новость можно уже до чтобы зажать валы мы подтягиваем вот эти вот два болта можно эти еще чуть-чуть потянуть и тогда валы не будут ходить не будут выниматься так значит после того как у нас центральная каретка уже собрана меня она претерпела немножко изменений так как я еще откручивал и дорабатывал вот этот механизм теперь он работает идеально у меня я говорил не перетянуть но я перетянул у меня пошла трещина по креплению самого хот-энда но без проблем новая пластина металлическая нашлась и это все теперь затянуто так что сидит намертво значит провода ремень это все натягивается и устанавливается за затягивается после того как мы установим данную каретку на каркас наконец-то пришли мне два двигателя это двигателя как вы видите 28 by yj 48 5 вольтовые но не также поддерживают и 12 вольт и 24 вольта но работает и от 5 вольт я меня просили сказать о том что можно использовать либо такие же двигателя устанавливать здесь на 18 стандарт либо же можно использовать даже вот эти вот движки так как здесь нагрузка будет минимальная им нужно только крутить вот эту вот шпильку резьбовую то спокойно можно ставить вот такие вот двигателя и не париться и разница в цене эти стоят где-то полтора доллара такие же обходятся около 7 8 а то и 10 долларов если брать новые значит чтобы переделать изначально у нас не установлено не нет у нас отверстий под установку вот этих вот двигателей они здесь нестандартные как вы видите потому для тех у кого нет возможности распечатать такой шаблон я его прикреплю это переходник специально снега 17 стандарта четырех отверстий вот они расположены 1 2 3 4 на вот эти вот 28 б и грек джей то есть и они у нас получаются так вот проводом внутрь ставятся и центрируют вот таким вот образом сейчас я их установлю и установлю каретку по каркасу что было сделано здесь помимо того что здесь был уже установлен на 17 движок накручен шкив на 16 зубов вот видите также здесь такой же шкив стоит на 16 зубов ремни уже готовятся приехал дисплей и приехал рамс рамс уже собран дисплей уже установлен на деку и даже сюда распечатана вот такая вот кнопка кнопка болт она кликает единственный минус которым придется по геморроица это шлейф и ну почему вы их делаете такие короткие не достают максимум до отсюда вам чтобы это все аккуратно уложить придется шлейф разрезать и допаивать это сантиметров 15 потому что тянуть их придется вот сюда приступим к установке значит ходовая уже установлена мы видим два движка села практически идеально из нюансов это установки планок фиксаторов для валу сверху стоит фиксатор и снизу отдельный фиксатор с пластика сделаны напечатаны из пластика два фиксатора потому что если двигателя на 18 размеры стоят они фиксируются корпусом двигателя если же вот эти вот китайские то нужен фиксатор дополнительный все эти провода убираются затягиваются тут все готово из механики теперь сюда мы натягиваем ремень затягиваем ремень тут уже два болта есть вот один вот второй ремень затягивается хорошенечко на стяжке всаживается дальше стол стол также легко устанавливается вставляются валы валы также фиксироваться будут как и здесь на вот такие вот напечатанные скобы здесь подшипники все легко должно ходить после установки и с обратной стороны потом натягивается ремень через вот это вот отверстие и по сути все это час этой частью закончен закончена останется часть электроники также с дисплеем на переднюю панель у меня будет располагаться плата слева вот с этой части блок питания здесь вот блок питания серверный блок питания у нас нет 15 вольт по линии 12 15 ампер по линии 12 вольт оговорочка и 5 вольт по линии 38 ампер значит по линии 12 вольт отдается все на плату рампс отдается на нагревательный нагрев стола и на hot end собственно освещение и вентиляторы будут скорее всего запитаны от 5 вольт дабы разгрузку сделать и было замечено на первой модели принтера из-за того что нагрузка вся идет пиковая нагрузка идет на нагревательный стол с линии 12 вольт без развязки получается мерцание света свет уже здесь установлен вот два светодиодных прожектора небольших так вот они выглядят по три светодиода белый свет освещает просто супер на том принтере у меня уже установлен блок питания будет расположен вот здесь вертикально и по сути механику мы закончили следующий пункт это установка и подключение электроники что не есть не менее маловажно и не менее сложно наверное даже будет посложнее чем сборка механики у кого будут вопросы по механике как что крепить в принципе здесь если вы заказываете уже такой нарезанный корпус ссылочки которые будут внизу то по сути собрать его интуитивно даже не составит труда показывать я в предыдущих видео показывал как собирается первая часть в принципе в этом видео также увидели как собирается каретка как собирается корпус все это есть и это не сложно довольно таки главное просто сложно будет ну да первый раз сложновато а дальше все как по маслу потому я собственно снимаете обзоры я думаю они кому-то пригодятся третье видео это электроника будет четвертое видео это будет код и заливка прошивки также настройка проверка в общем всем спасибо за внимание все ссылочки на материалы файлы материалы и также на товары с алиэкспресса электроника и механика двигатели все прочее будет под видео на тубе обязательно заходите не забывайте подписываться на канал господам вы никогда не пропустите новое видео если подпишитесь на мой канал а также включите оповещение о новых более интересных видео всем пока